В Южной Осетии завершился конкурс «Зон Докобар», в котором учащиеся школ республики продемонстрировали свои знания в области истории и культуры Осетии, а также национальных традиций. Конкурс начинается в начале учебного года и длится весь год. В 2018 году в нём приняли участие 124 школьника, и с каждым годом их число увеличивается. Это говорит о том, что школьники хотят знать обычаи и традиции своих предков. В ходе игры в номинациях «Остинский язык», «Остинская литература», «История Осетии» и «Традиции обичья осетинь» победителями стали четыре школьника. Осамас Бибилов из Тветской школы, работа которого не оставила равнодушным никого. Милана Маргиева, Карина Дзиранова и Милана Говозова из Наурской средней школы. Я хочу поздравить всех финалистов с победой. Такие дети – это действительно наше будущее. И не важно, где вы продолжите учебу – здесь или за пределами республики. Вы должны быть достойными людьми и гордо носить имя «Осетина». О роли осетинского языка и таких важных конкурсах напомнила профессор Зоя Битарте. Это способствует развитию родного языка, сказала она. «Язык – это самое главное, что у нас есть. И мне очень приятно, что такое большое количество детей участвует в таких конкурсах. Я поздравляю вас всех с этой победой». Все финалисты были награждены сертификатами и книгами, а знатоки – дипломами, книгами и статуэтками Зонда Кубар. Отметим, что конкурс Зонда Кубар проводится с 2013 года с целью популяризации осетинского языка, литературы и истории Осетии. Все знатоки стали членами молодой академии и 1 сентября они приступят к учебе во Дворце детского творчества. Текина Черткоева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск. Сегодня.